Бойцовский онлайн-турнир Напоминаю, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые интересные бои в нашем промоушенном Фитбульфайт. Турнир различных бойцовских форматов. Бинты, 3 на 3, ММА. Ты спортсмен или футбольный хулиган? Школа разная, цель одна. Займи свое место в топе турнира. Формат двоя классика. Два бойца, два раунда по 5 минут. Возможен экстра раунд. Разрешены удары руками, ногами, колени, локти, броски, болевые. 30 секунд для работы в клинче и портере. Ничья возможна. Встречайте в октагоне первого бойца. Богдан Мирошниченко. Боевой самбок. КМС по самбо. Боец из Черкасс. Начал заниматься в 14 лет, чтобы дать отбор обидчикам. Уже через год тренировок парень мог не только постоять за себя, но и победил на чемпионате Украины. А КМС получил полгода назад, заняв третье место на чемпионате Украины. Встречайте в октагоне Богдан Мирошниченко. В октагон врывается его соперник. Встречайте. Андрей Желев. Вольная борьба. 19 лет. КМС по вольной борьбе. Чемпион мира по пляжной борьбе. Андрей Одессит. Отхватил победу в таком сложном спорте, как пляжная борьба. Год назад на турнире парень сломал руку, но уже восстановился и готов к бою. Он давно хотел попробовать зарубиться в клетке, так что сегодня у него дебют. Встречайте Андрей Желев. Встречайте Андрей Желев. Продолжение следует. Всем привет. Богдан Мирошниченко. Черкассы против Андрея Желева Одесса. Представитель боевого самбо против представителя вольной борьбы и чемпиона мира по борьбе пляжной. Оба парня умеют бороться. Третьим был на чемпионате Украины среди взрослых Богдан Мирошниченко. И выигрывал по юниорам Украину. Начинается поединок. Андрей Желев неплохо попадает. Мирошниченко вроде бы уступает по скорости, но тоже его кулак находит в голову соперника. Заряжают колотухи ребята в первых секунд этого раунда прям без разведки и не стесняются. Очень классную работу корпусом выполняет Андрей Желев. Размашисто вперед идет Андрей Желев, но он не достигает цели его удара. Великое желание все-таки попасть. Попасть хорошо и досрочно закончить этот бой. Ну и Мирошниченко так бросается немного, пропускает джеб от Желева. А что у нас тут с борьбой? Что по борьбе слышно, пацаны? Пока ничего. Просто борцы решили заняться боксом. Зарубой. Просто такой зарубой от души. Ну, плотно стоят на ногах очень ребята, вкладываются удары. Левая работает. Корпус поработать, смотри, как он пишет. Третья борьба, третья борьба. Поград! Третья борьба! Поград! Ну, попытка прохола. Да, есть тейкдаун. И Желев сейчас что? Там болевой на руку пытается провести Мирошниченко. Да, да, рычаг локтя. Есть возможность... Мне кажется, вырвыли сейчас руку. Андрей Желев. Может, и вырвет, но ему было больно это однозначно. Даже если этот прием не был доведен до конца, там связочки это чувствуют. Запоминают. Завтра будет точно больно. Да мне было бы страшно, например, вообще. Поплодить моя рука такая на болевой прием. Все, подергай, подергай. Не простаивать будет, срываться, заряжать на удар. Руки подняли. Руки подняли. Заряжайся, думай. Думай, раздергивай. Да, и вот уже не спешат, не спешат спортсмены. Отдали много сил сейчас в этом эпизоде. Оба бойца. Пошел вперед Мирошниченко. Посмотри, как попал справа, но картинка от обоя поменялась. Уже Богдан Мирошниченко поджимает Андрея Желева, да? Ну, может быть, он понимает, что после вот этой попытки провести болевой, соперник хоть и освободился, но рукой уже полную силу работать сейчас может. Возможно, там как-то и была какая-то травматизация, потому что уверенности поубавилось немножко у Андрея. И вот уже он спиной к сетке работает, и Богдан его поджимает. Снизу сбоку хотел зацепить Богдан Мирошниченко, своего оппонента, но все равно как-то так вот вальяжно подопускает руки, позволяет себе высматривать своего соперника. Неплохая атака. Колено работал. В пах попал, по-моему, да, да, да. Но не хотел, ниже пояса колено там прилетело. Приятного в этом мало, мы все это понимаем. И нужно немного времени для того, чтобы восстановиться. Продолжается поединок. Пропускает во встречу Богдан Мирошниченко. Прихватил шею, но, в общем-то, болевой не проводит, удушающий не проводит. Мне кажется, немножко физически подвумотался сейчас Андрей Желев. Стал более расхлябанный как-то двигаться, на ногах стоять не так, как в начале раунда. И опять отдает руку, пытается сделать болевой прием Богдана Мирошниченко, но не хватает уже времени. Но это действие. В 30 секунд кричат секунданты. Пропускает. И еще раз пропускает Андрей Желев. Опасно с опущенными руками Желев встречает соперника, который настроен серьезно, недружелюбно. Это то, что я говорю, Дмитрий, что болевой прием все-таки на руку подзабил. Два болевых уже. Возможно, один на одну, второй на вторую. И руки-то подопустились у Андрея Желева. И видно, видно, что абсолютно не те физические кондиции, с которыми он выходил на этот поединок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотелось бы отметить, что очень высокого класса спортсмены сейчас в октагоне. И это, конечно, чувствуется, что нет разницы в классе, которая позволяет доминировать одному из ребят. Такой хороший конкурентный бой. Стой! Продолжаем. Давай, 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 не жди его, не жди его! Не застаиваться, не застаиваться, не застаиваться! Не надо, блядь, сиди! Да надо! Такой, как обезьянник эта позиция была. Болтается на ногах Андрей Ежелев, немножко подустал. Он уже во втором раунде этого поединка абсолютно не топ альтой пропускает сбоку. Поплыл, мне кажется, да. И бросается, добивается Богдан Мирошниченко. Можно останавливать. Какой удар, какая серия! Пытается выпрыгнуть из Клепкина. Не надо. Не надо там люди. Да, хорошо побеждает Богдан Мирошниченко. Субтитры сделал DimaTorzok Во втором раунде на 4 минуте 30 секунде техническим нокаутом победу одержал Богдан Мирошниченко! Поздравляем! Спасибо бойцам за прекрасный бой. Бойца из города Черкассы. Подписывайтесь на наш канал, следите за тем, как сильные побеждают. Магдан, здорово, поздравляю с победой. Что, тяжело было? Чуть-чуть, да. Мы готовились больше под самбо. А тут предложили поехать два по пять. Было чуть-чуть важнее привлекать до темпа. Больше отдыхать надо было. Ну, мы уже начали там за течение-два работать дистанции и все бегать. Под больше смешку. Под ММА. Ты соперника не знал там, бои не смотрел? Был, мы знали. Один бой по пляжному он занимается. Все мы только знали. Никто не знал, как он бегает. Как он борется. Какой он стойкий. Никто ничего не знал. Готовался без под борьбу. Ну, ты знаешь, как обычно говорят, что до боя очень много мыслей. Там сомнения, как будет, что, чего, как будет. Пятнадцать секунд там в клетке и ты уже чувствуешь, выиграешь ты не выиграешь. Или с первым ударом все волнение проходит. У тебя как было это? Не знаю. Начал сначала чуть-чуть пропускать. Такой раз-два поплыл чуть-чуть. Думаю, ладно. Начал потом включаться, включаться чуть-чуть в работу. Мыслей таких не было. Блин, особо. Я знал, что надо зайти и сделать свою работу, какую я отрабатывал, какую я бегал. Мы с тренером это очень много обсуждали, говорили. Так что я знал, куда я выхожу и что я буду делать. Помимо спорта, чем занимаешься в твоей жизни? Рыбалка, как хобби. Катаемся чуть-чуть. В горы постоянно катаемся на вид починок. Люблю. На рыбалку много денег уходит? Я любитель, так сказать. Не покупаешь там девайсы разные модные там дороги? Не-не-не, я чисто так. По-своему пострюлю будочка. И ловаешь, собі сидишь. Так что ничего такого. Как тебе организация вообще сегодняшнего вечера? Супер организация просто. Все как моя будь. Бо дуже важко было. Йдешь на самбо, там боя ждешь по 10 часов, по 8. Ты просто переграешь и уже таки сидишь. А тут проснулись и сразу на бой приїхали. Ну, сразу. С утра хлоп и день свободен. Да-да-да. И все-таки 12 часов всего дальше свободный. Эмоции после победы. Все уже на эйфории. Да, супер просто. Гулять сейчас по Киеву. Да-да-да. Я просто не ожидал, что так бой закончится. Ну, меня поддерживали. Спасибо моему тренеру Дмитрию Немкову. Он чуть-чуть подсказывал. Все подсказывали. И такой результат. Куда пойдете сейчас? Не знаю. Кудись погуляем. У нас еще бои дальше. Знакомых через бой. Знакомого боя. И на 5 часов у меня еще знакомого. Через бой. Мы в одном клубе занимаемся. Через то буду болеть за них уже дальше. Пересказывать им что-то. Ты вечером скажи, где не появляться в Киеве? Не знаю. Не знаю, куда нас доносать просто. По всем Киеву. Где будет повышенный уровень опасностей? Не знаю, в центре. Где же Майдан под импуляем. Все, дякую. И вам дякую. Еще будем выступать. Спасибо вам большое. Андрей, приветствуй. Досадное поражение как бы. Но все-таки как бы бой есть бой. Какие-то выводы. Может и работа над ошибками. Успел как-то за это время провести. Ну да. Успел. Уже обговорили с тренером. Будем справляться. Сразу по скорому. Да. Ну да. Поговорили. Расскажи, долго ли ты вообще готовился к этому бою? Либо как-то ты на коротком времени не выстучил? Ну, 20 дней была подготовка. Ну, так был в тренинге, да, в основном? Да, да. Помимо спорта, что тебя увлекает в жизни вообще? Да, только в спорте. Занимался только спортом вообще. Базовый борец ты, да? Борец, да. А как давно смешанными единоборствами увлекаешься? Как тебя завело в смешанное единоборство вообще? Ну, год для себя вот так ходил, занимался иногда. Единоборствами, ну, ММА. И, да, так, борьба в основном. На питбуле твой дебют? Да, первый бой. Первый профессиональный, да? Да, да. Вообще первый бой в клетке. Ну, надеюсь, увидим тебя еще в следующих турнирах. И ты еще покажешь, на что ты способен. Я тоже надеюсь, что будет такая возможность взять реванш вообще. Будем готовиться. Хорошо. Отлично. До новых встреч. Спасибо. Формат боя классика. Два бойца, два раунда по пять минут. Возможен экстра раунд. Разрешены удары руками, ногами, колени, локти, броски болевые. 30 секунд для работы в клинче и портере. Ничья возможна. В октагон выходит Владимир Быков. Боевое самбо. 28 лет. Мастер спорта международного класса по боевому самбо. Двукратный чемпион Европы. Чемпион мира по боевому джиу-джитсу. Отличается скоростью и силой удара. Соперники часто признаются, что до встречи с этим бойцом так сильно их никто не бил. Работа в стойке – его конек. В свободное тренировок время обучает людей самообороне. Помогает им самосовершенствоваться. Владимир Быков. В октагон поднимается второй боец. Встречайте. Константин Лидник. ММА. 35 лет. Чемпион Украины по казацкому двобою. Призер чемпионата мира по казацкому двобою. Чемпион Европы по кемпу карате. В спорте 17 лет. Уделяет много времени как ударной технике, так и борьбе. Старается в бою вести себя спокойно. Но любит зрелищно зарубиться в бортере. КОНСТАНТИН ЛИННИК. ПОДПИШИЙ ЧЕМПИОН ПОДПИШИЙ ЧЕМПИОТ Владимир Быков против чемпиона Украины по казацкому двобою Константина Линника. Я, кстати, тоже когда-то был чемпионом Украины по казацкому двобою, а также серебряным и бронзовым призером. Там есть много разделов, я уже не помню. Обычно люди заявляются в несколько сразу и выступают. Ну что ж, начинается поединок. Серьезный очень соперник у Константина Линника. Комментируем этот бой для вас мы. Я Дмитрий Лазовкин и Виталий Гурков, многократный чемпион мира по Мойтай. Очень классный удар с разворота в воздухе сейчас так был от Владимира Быкова. Не достиг он цели, но по этому удару уже все понятно в принципе о возможностях и кондициях. Мастер спорта международного класса, кстати говоря, Быков и это серьезно. Ну тут по атлетическому сосложению уже можно понять, кто в лучших кондициях так сбрасывает, просто на настил, забивает. Жестко сбивает, жестко и мне кажется очень близко к досрочной победе. Классный прием был только что, когда схватил за ногу, просто сбросил, тын-тын-тын-тын, поигрался. Вот сейчас что-то. Это просто аут-класс. Владимир Быков устроил такую концовку этого поединка. И тут сейчас, мне кажется, нужна медицинская помощь Линнику. Ну, разный уровень бойцов. Международник, двукратный чемпион Европы, практически топ уровень спортсмена. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На первой минуте первого раунда техническим нокаутом победу одержал Владимир Быков! Друзья, если вы хотите увидеть Владимира Быкова в следующих поединках... Сделайте первый шаг к этому, подпишитесь на наш канал, прокомментируйте, скажите, что хотим Быкова! Приветствую тебя, поздравляю с красивейшей победой! Спасибо! Я так понимаю, что очень серьезный у тебя бэкграунд спортивный, много титулов есть различных, громких. Расскажи, пожалуйста. По любителям я выступал, довольно-таки хорошая школа была, база, и вот на этой базе, в принципе, и шагаю дальше. Я являюсь чемпионом Азии по рукопашному бою, двукратным чемпионом Европы по боевому самбо и чемпионом мира по боевому джиу-джитсу. По профессионалам я провел четыре боя, это был пятый. Вот, все закончил досрочно. Был перерыв, пару лет сложились жизненные обстоятельства определенные, по которым я перестал выступать по профессионалам. И вот благодаря этой организации, питбульфайту, я вновь здесь и доставляю радость зрителям и, в первую очередь, конечно, себе. Ну, ты уверенно так очень смотрелся, прям с первых секунд. Плюс ко всему, у тебя очень большая такая была, ну, фан-база болельщиков много, да, пришло за тебя, как бы, твоих. Я благодарю их за то, что они пришли. Меня поддерживают люди не только, которые приехали в этот зал еще с разных стран, моя семья. Я благодарю, я чувствую поддержку каждого. Мне очень важно понимать, что я приношу и удовольствие, и они рады видеть меня победителем. Ты расскажи вообще, что это произошло сейчас такое. То есть это твое возвращение в профессиональный ринг или как ты расцениваешь вообще свое участие в питбульфайт? Зачем это тебе? Ну, в первую очередь, чтобы не застаиваться, не ржаветь, так сказать. И, скорее всего, с Божьей помощью и с поддержкой людей я буду продолжать и покорять международные арены по профессионалам. Помимо спорта, что тебя в жизни еще интересует? Есть какие-то увлечения, может, или что интересного расскажешь? У меня двое детей, Святослав и Злата, слава роду. И вот уделяю, и в основном им время уделяю простым людям, которые видят, как мы занимаемся, как мы тренируемся, просят помочь, научить их самообороне, защите. И вот как-то так в удовольствие себе и в пользу людям я как бы вот тренирую, можно сказать. Ну, делюсь своими знаниями с людьми. Передаешь опыт? Да, да, да. Нужно, наверное, попросить наших зрителей, чтобы подписывались на наш канал, ставили лайк и вот следили на самом деле, что вот в единоборствах есть очень разносторонние люди и приятные в общении, и что самое важное, доброе, с правильными мыслями. Поздравляю еще раз тебя с победой. Благодарю. И надеюсь увидеть еще твои бои, потому что сегодня, знаешь, что было красиво, классно, но мало. Согласен, согласен. К большому сожалению, Константину Линнику очень сильно досталось. После боя он потерял голос и поэтому, к сожалению, не даст нам интервью. Формат боя классика. Два бойца, два раунда по пять минут, возможен экстра раунд. Разрешены удары руками, ногами, колени, локти, броски, болевые. 30 секунд для работы в клинче и партере. Ничья возможна. В октагон врывается первый боец. Встречайте, Александр Писанко. Боевой самбо. 23 года. Мастер спорта по боевому самбо. Чемпион Европы по панкратиону и серебряный призер мира. В спорте с самого детства. Воспитала парня улица. Дрался часто, но по делу защищал слабых. Сейчас тренируется в клубе «Шторм» в город Кременчуг. Любит работать первым номером, прессинговать. За сильный удар ребята прозвали бойца «Хаммер». Встречайте, Александр Писанко. В ринг врывается второй боец. Встречайте, Дмитрий Лыщук. Бокс. 29 лет. Кандидат мастера спорта. Пробился в финал международного мастерского турнира в 2012. Тренируется 8 лет. Выступал только по любителям. Работает первым номером, хладнокровный. Отлично бьет левый кросс. Встречайте, Дмитрий Лыщук. Дмитрий Лыщук. Против Александра Писанко. Супертежи. Панкратион и боевое самбо. Представляет Александр. Дмитрий. Боксер. Да, представляет бокс. Поединок будет интересным и очень предсказуемым. Либо непредсказуемым. Бой! Тяжелые парни. Разница в весе, в общем-то, заметна на лицо. Да, 20-ка. 20 килограмм. Ничего себе! Бокс умеет бить в мидл-кик. Дмитрий неплохо двигается. Да, интересно разворачиваются события в октагоне. Очень тяжелые, очень мощные ребята. Атакует Дмитрий Лыщук. Пока что. Почаще, чем его соперник. Александр присматривается. Саня, ноги ему пробиваешь. Лоу. Ого-го. Еле-еле устоял на ногах Лыщук. Еще один лоу-кик. Ну, вот это и нужно делать. Все. Все, стоп, 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 стоп. Нужно отчитывать. Поединок закончен. Отбил ногу своему сопернику Александр Писенко и Дмитрий Лыщук капитулировал. Дмитрий Лыщук. В первом раунде на первой минуте десятой секунде победу техническим нокаутом одержал Александр Писенко. Поздравляем Александра. Громче, громче, питбуль файт. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Дмитрий Лазуткин, Виталий Гурков комментировали этот бой для вас. Поединок вышел довольно-таки скоротечным, но очень интересным. Александр, я тебя поздравляю с этой яркой победой. Жму руку. Скажи пару слов о поединке. Ну, было рассчитано. Думал, что он весит такой большой 120 килограмм. Хотел его чуть высушить, но была опасность его тяжелого удара, потому что очень сильно заряжался. Он в удар хотел вырубить меня, но чуть-чуть мы тактически его переиграли. Скажи про подготовку. Как ты готовился к этому поединку? Серьезно готовился, как и ко всем боям, в принципе. Команда очень сильная, настрой дают, все поддерживают. Все хорошо с подготовкой было. Еще пару комментариев по сопернику. Что за него думаешь, что скажешь? Я, как услышал, что он боксик, неплохо двигался, высекал, ждал, 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 но у нас самопараметрия длиннее, умнее, тактически хитрее. Понял. Ну, то есть ты понял, что против боксера лучше использовать лоу-кик и ноги, остановить его, и так и получилось. Да, нужно было его остановить просто, чтобы потом или нокаутировать, или по-технически забить. Ну, можно сказать, что ты делался малой кровью, да? Три лоу-кика, первый раунд, закончил все. Не, ну, в начале боя я ему правый разрез дал, закрутил и дал ему правый разрез, и потом ногу отбил, когда он уже начал сильно вкладываться в удар, и я уже увидел, и надо было его останавливать чуть-чуть, потому что опасность была. Санечек, желаю тебе удачи, надеюсь, мы еще увидимся в нашем промоушене. Все, спасибо. Жму руку от души. Димон, что пошло не по плану, скажи, пожалуйста. Да, если быть честным, даже ничего не успел показать. Как бы, хорошие удары пропустил. Первые два вообще, ну, легко не почувствовал. То есть, щупал дистанцию, пытался подойти на свою ударную дистанцию. А третий раз он думал точно, куда надо, и когда опять пытался наступить, ну, шагом подойти к нему с ударом, нога уже не работала. Не работала, да. Схватила как судорога. Ну, сейчас она чуть-чуть опухла. У вас была разница в 20 килограмм. Пользовался, ну, рассчитывал ли ты на такое преимущество веса? Ну, я не рассчитывал, если честно, потому что я долго не тренировался. Вес пошел вверх. Сейчас вот чуть-чуть возвращаюсь к тренировкам. Предложили товарищей выступить, я согласился. Ну, не особо не рассчитывал. Наоборот, мне как-то сложнее. Мой боевой вес тоже 95-100 килограмм. То есть, у меня лишние 20 килограмм. Сколько ты потратил времени на подготовку? Ну, я узнал в среду. Мне предложили в среду, если честно. А, то есть, за пару дней на коротком уведовлении подготовки не было, как таково. Да, да, да. Что скажешь про атмосферу, про про моушен? Организация очень понравилась. Люди все адекватные, доброжелательные, профессиональные. То, что касается спортсменов, спортсмены подготовленные. Мой соперник ему отдельный комплимент. Молодец. Ну, хорошо, хорошо работает по первому этажу на Аминь. Вот результат. Понял. Спасибо тебе большое. Желаем тебе удачи. Надеемся увидеть тебя в хорошей форме с правильной подготовкой на бой. Будем стараться. Спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего.